Всем привет! С вами ФНАФ, Антон Логвинов, и я только что посмотрел Джаз Коз 4. Но, я думаю, вы когда посмотрели трейлер, реакция была примерно... Да блин, ну, то же самое, что третья часть, даже графика такая же, непонятно, зачем в это играть. Ну, в общем-то, чуваки из Манунич, вот в этой комнате очень легко на этот вопрос ответили. В общем, с первого взгляда все как всегда. Рика в очередной раз отправляется в вымышленную страну, на этот раз южноамериканскую, где таинственные наемники во главе с идиозной бабой захватили власть. И, в общем, мирное население страдает, идет гражданская война, повстанцы, там все взрывается, ну, еще и все как всегда. Но одно но. В общем-то, как-то со всем этим завязаны исследования по управлению климатом. И поэтому такая центровая фича нововведения, которую они показывают, связана именно с погодой. То есть вот во всю эту сумасшедшую песочницу, которая является Just Cost, а если кто не знает, это игра, да, про сумасшедшего супершпиона, который летает на винскютах, на парашютах и, в общем-то, цепляется ко всем объектам подряд. Все всегда взрывает к херам и делает это самыми изочеренными способами. А сама игра делает огромную ставку на физику. И вот главное, да, что они показывают, говорят, вот у нас есть теперь суперпогода. Не только вот торнадо, да, который показывали в трейлере, но и снежные бури, и песчаные штормы, и ураганы. И все это введено в механику игры, это не просто там погодные условия, да, они в миссиях принимают участие, и, видимо, со временем ими можно будет управлять. А второе, чем собирается, в общем-то, брать Just Cost 4, улучшенной, расширенной физикой. То есть они так и говорят, ну, мы поняли, короче, что в Just Cost 3 лучшее изобретение были это трастеры, такие мины, которые ты кидаешь к любому объекту, нажимаешь зажигание, они включают двигатели, и объект начинает, в общем, самыми разными способами летать по окружению. Ну и, конечно, никуда не деться, да, от самой известной фичи Just Cost, это связывание объектов и притягивание к объектам. Здесь они вообще пошли ва-банк, во-первых, можно связывать еще больше различных предметов, можно прямо паровоз из тачек собрать. Во-вторых, Grappling Cook теперь апгрейдится самыми разными эффектами. Можно сделать так, чтобы при стягивании объекты отталкивались друг от друга и взрывались. А самое крутое нововведение они подсмотрели в пятом МГСе. То есть, да, они прикрутили к Just Cost Full Plan систему, и с помощью того же Grappling Cook можно приматывать шарики к любым объектам и вот эти все концепции сочетать. То есть, я не знаю, стоит контейнер, навесили на него шарики, полетели на нем, потом эти шарики взорвали, упали на нем куда-нибудь на базу вражескую. То же самое там, подвесили в воздух, запустили бочки, когда до заварухи доходят, стреляете по шарам, бочки как бомбы падают на землю. Стоит там кран с каким-то контейнером, трастеры к крану, трастеры к контейнеру, нажимаете кнопочку, и такая начинается карусель смерти. То есть, кран начинает вращаться и этим контейнером дубасить вообще все, что вокруг есть. Стоит танк, да, с пропаном, как всегда, тоже. Повесил на него шары, придел в жопу ему пару двигателей, и вот у тебя уже огромный снаряд, который летит во врагов. Ну да, есть реально расширяют возможности песочницы, чтобы со всем этим играться. Единственный огромный вопрос, насколько это будет тормозить на консолях, потому что здесь они показывали на ПК, конечно, все летает. Ну и мы-то играли в Just Cause 3, и мы знаем, что там вообще с трудом все это тянулось. Я надеюсь на оптимизации, да, потому что на самом деле оптимизировать такую игру, как Just Cause практически невозможно, потому что невозможно предсказать, какое количество объектов на экране у тебя будет, да, в сложных отношениях с физикой и со всем остальным. А здесь сложных отношений будет много, потому что появилась эта суперпогода, и вот идет этот торнадо с мерчей, он реально все объекты, которые есть в игре, он их вокруг себя закручивает, разбрасывает. Учтены даже такие мелочи, что если ты с ракетницей в этот торнадо стреляешь, ракету ветром по оси закручивает, выглядит все реально обалденно. При этом, говорю, с этими суперторнадо и другими погодными штуками связан сюжет, поэтому на вражеских базах есть там пушки, антиторнадо, прочий трэш-угар. Но фича в том, что если ты сносишь эти ветряные пушки, то торнадо врывается на базу и начинает там всех наматывать, раскидывать в самые разные стороны. Короче, Джаст Кост 4 не будет каким-то супергигантским шагом вперед, но для тех, кто любил развлекаться, угорать по фану в Джаст Кост 3, здесь вот больше инструментов самых-самых разных. Игровые в декабре, я считаю, что это прекрасное будет завершение сезона, какой в общем-то и была третья часть, тоже она, по-моему, выходила в конце ноября, или в декабре. И вот после всех-всех-всех игр очень приятно было сесть, наконец-то расслабиться и все взорвать. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что вот с последнего DLC, Джаст Кост 3, они начали уже такой откровенный Сенс Роу делать бластерами, да, там, с летающими тарелками и вот этим всем. И здесь это сохранилось, то есть здесь какие-то рейл-ганы, какое-то там энергетическое оружие. Ну, зачем? Ну, реально непонятно, потому что Рико, он все-таки про пулеметы, про самые-самые-самые безумные средства передвижения с оглядкой на нынешний день. Про ракеты, бомбы, танки и вот это все, но никак не про бластеры. Ну, ладно, видимо, уже все исчерпали, всю фантазию. Видимо, нужно делать бластеры и ховертанки. На этом все. Спасибо, что смотрели, спасибо, кто поддерживает нас и благодаря вам мы делаем эти сюжеты. Огромная благодарность, помочь можно в описании. Пишите в комментах, что думаете про Джаст Кост 4 и увидимся в самое ближайшее время в других сюжетах с Е3 через несколько секунд, если посмотрите другой ролик, чего я вам, собственно, и желаю. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok